Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя порцию самых важных новостей. Итак, смотри сегодня. В Казанском федеральном университете прошло официальное открытие Международной конференции «Державенские чтения». Состоялась девятая серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ». Казанский университет посетили представители Магдебургского университета. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета отметил День программиста. В рамках этого мероприятия прошла серия мастер-классов от представителей компании 1С, Мера, Акбаш цифровые технологии и многих других. Более подробную информацию вы узнаете в следующем выпуске. А мы продолжаем. Уже в четвертый раз в историческом императорском зале КФУ проходит официальное открытие Международной конференции «Державенского чтения». Это мероприятие завершает целый цикл мероприятий, посвященные 275-летию Гавриила Романовича Державина в Казанском федеральном университете. В Казанском федеральном университете стоялось открытие Международной научно-практической конференции «Державенские чтения», которая проходит в стенах «Альма-Матра» с 2015 года при поддержке правительства Республики Татарстан. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Гавриила Романовича Державина. Сегодняшняя конференция и современная, ибо отвечает вызовам сегодняшнего дня. Она посвящена вопросам правового регулирования, цифровой экономики. Это очень актуальная тема, поскольку, когда отсутствует правового регулирования, этот факт является сдерживающим для реализации многих наших проектов. Официальное открытие стоялось в императорском зале Казанского федерального университета и началось гимн о державенских чтении. Тот факт, что державенские чтения стали международными, свидетельствует о признании наших заслуг в области популяризации науки. И сегодня мы в очередной раз собрались обсудить актуальные проблемы в сфере юриспруденции культурного наследия Гавриила Романовича Державина, а также высшей школы, которая стремится обрести новое лицо в условиях информационного общества. Участие в открытии 14-го в державенских чтении принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мохаммешин, митрополит казанский и татарстанский феофан и первый заместитель муфте Республики Татарстан Рустам Хазрат Валиулин. Имя Гавриила Державина навечно будет связано с Казанским университетом. Он был одним из выпускников гимназии, которая, согласно указу Александра I, в 1804 году стала базой для создания императорского университета. Благодаря Казанской юридической школе, сформировавшейся в стенах университета еще 200 лет назад, и сегодня, в начале 21 века, славные традиции правоведов успешно развиваются Казанским привозским федеральным университетом. В этом году темой 14-х Державинских чтений стали информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России. Современные цифровые технологии сегодня повсеместно проникают и в гуманитарную сферу, меняя на наших глазах науки о человеке, обществе и культуре. Обсуждать вклад Державина в развитие страны в Казанском федеральном университете начали уже 8 сентября. Произошло это во время открытия экспозиции, посвященной именитому деятелю. Именно в этот день, к 275-летию со дня рождения выдающегося российского поэта и государственного деятеля Гаврила Романовича Державина, в преддверии традиционной международной конференции Державинские чтения в музее Николая Ивановича Лобачевского КФУ открылась выставка «Оды Державина – Бог каллиграфическому воплощению». Здесь после смерти Гаврила Романовича оказались вещи его лично мемориальные, которые хранили энергию поэта. Здесь впервые был установлен памятник, который стоял у вас во дворе. И, конечно же, мы привезли прекрасно эти 17 картин. На этом цикл мероприятий не закончился. 12 сентября в главном здании Казанского федерального университета прошла девятая серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ под названием «Ночь в императорском». Она была посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета – великого писателя Льва Толстого и 275-летнему юбилею государственного деятеля и поэта Гаврила Державина. Закрытие Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» состоится в пятницу, 14 сентября, в 16.00. Наш телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию «Державинские чтения». Запись эфира вы можете посмотреть на нашем ютуб-канале. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, «Универ Ньюз». В Казанском федеральном состоялась ночь в императорском. Исторические танцы, лекции известного родственника Льва Толстого и еще многое другое ожидало гостей научно-популярного проекта. Подробности расскажет Аделя Шимилова. В Казанском федеральном продолжается цикл «Ночи науки». Это уникальный формат образовательных интенсивов, возможность стать студентом на одну ночь, кто им пока не является и узнать жизнь КФУ изнутри. Состоявшаяся ночь науки посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета, великого писателя Льва Толстого и государственному деятелю и поэту Гаврилу Державину. По словам ректора КФУ, название «Ночь в императорском» объясняется тем, что именно в этом здании Казанского университета Лев Толстой обучался, будучи студентом. В главном здании, потому что именно в этом здании Лев Николаевич учился, будучи студентом еще Казанского университета. А в то же время здесь обучалась его большая семья, сестра и братья. Он переходил из одного факультета на другой. Гостей «Ночи в императорском» поприветствовали вице-премьер, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Это мероприятие называется «Ночи в императорском». Тоже было, что мы просто включили, что мы хотели всем нашим гостям показать и наши друзей, которые в основном локализованы в этом здании, чтобы вы окунулись в аудиторию, где учился великий будущий писатель. Мы сегодня обсуждаем гуманитарные темы и для этого тоже есть все основания и опять-таки они связаны с нашим замечательным университетом, с его студентами, с его основателями. Почетным гостем ночи в императорском стал вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, проправных декабриста Сергея Волконского, родственник Льва Толстого по волконским Андрей Кочубей. Большая семья Толстых живет за границей. Я узнал, что очень многие в Швеции, но многие в Америке. И они, конечно, были связаны с Александрой Львовной, которая имела настолько, настолько считалась важной, что она могла пойти в Белый дом и встретиться с Рузвездом и с Трумэном. В предакторном зале Казанского университета сотрудники Музея истории КФУ подготовили к ночи в императорском выставку «Лицо счастья переменчиво», посвященную Льву Толстому. Мы хотели бы рассказать о счастье, как понимал его Лев Николаевич, что говорили о счастье его героя. И мы постарались выбрать цитаты из произведений Толстого, его дневников, воспоминаний и проиллюстрировать их. Работающие секции мероприятия были весьма зрелищными. Особо многим полюбился мастер-класс по историческим танцам перед балом. Что такое полонез, что такое контур-данс, как танцуется мазурка замечательная, да, и какие бывают виды вальса. Это тоже все мы изучаем, реконструируем, немножечко истории даже добавляем и уже приводим в реальность. В программе проекта также заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых игр, экскурсии, мастер-классы, квесты. Все желающие смогли узнать о быте русской и французских армии времен наполеоновских войн, побывать в музеях КФУ, выиграть призыв в различных интеллектуальных конкурсах. Адельша Белова, Ленар Довлетиаров, Универньюз. В голубом зале Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафорова и ректора Магдебургского университета Йенса Штрайкелена. С какими результатами провели переговоры, смотри в следующем сюжете. Представители Магдебургского университета посетили Казанский федеральный университет. В ходе встречи была достигнута договоренность об открытии совместных программ по экономике между Казанским университетом и Магдебургским университетом. Ректор КФУ Ильшат Гафоров представил коллегам результаты переговоров с заместителем директора Германской службы академических обменов DAAD, а именно идею внедрения нового институционального подхода при выборе программы обмена для каждого студента и преподавателя. Ректор также ознакомил гостей с приоритетами КФУ и теми изменениями, что произошли в университете с момента их последнего визита в Казань. Уже совсем скоро первые идеи двухсторонних проектов обсудят руководители Университета Магдебурга, Института управления экономикой и финансов КФУ. Анна Глазунова, Леонардо Влитяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова